Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! Надеюсь, в ближайшие выходные вы завершите свои работы на участках. Но не менее важно подвести и итоги сезона 2017. О некоторых из них мы сейчас с вами поговорим и подробнее на примере нашего участка. Музыка Прежде всего поговорим о погоде. Я считаю, что в этом году лето в Забайкале было достаточно благоприятным для многих и для большинства культур на наших участках. Напоминаю, что не было сильных заморозков последних, так называемых, есенне-летних, в начале июня. Было жарко в июле и в августе. Но отсутствие осадков мы всегда перекрываем наличием воды. Мы не на полях выращиваем сельскохозяйственных, мы выращиваем на маленьких участках. Ну и очень теплые ночи были в июле и в августе, что способствовало накоплению урожая у таких культур, как огурец, арбуз, дыня. Я вообще бы это лето по погодным условиям назвал бы огуречно-арбузным. Ну а единственный минус по погодным условиям – это сильный приносной, так называемый, адвективный заморозок в ночь на 28 августа, который побил воду картофеля. Ну поэтому урожай второго хлеба в нашем регионе средний. Он, в принципе, достаточный, если посчитать на душу населения, но излишков картофеля не будет и, соответственно, цена на него в этом сезоне выше как минимум на 20%, чем в сезоне 2016 года. Ну а теперь поговорим об итогах, о подведении итогов работы непосредственно на наших участках. Я напоминаю, что для этого должна быть у вас на участке собственная какая-то система оценки в баллах. Ну как вариант, еще раз хочу показать собственный опыт, он уже многолетний, когда урожай любой культуры вы оцениваете по 4-бальной системе. Отличный урожай – 5 баллов, хороший – 4. Я имею, кстати, в виду не только количество урожайного качества. Удовлетворительные 3 балла и неудовлетворительные 2 балла. Вы выбираете сами культуры, которые вы считаете основными на вашем участке. На нашем участке садо – это две культуры. Яблоня – полукультура керонетки и смородина черная. Из овощных культур – огурец на парнике, томат в открытом грунте и лук-эксибишн. Конечно, учитывать урожай или оценивать урожай редиса, укропа, салатную культуру, на мой взгляд, делать не нужно. Но основные культуры все-таки было бы неплохо оценить. Так вот, согласно оценке моей, суммарно я сработал в этом сезоне на 19 баллов. Хорошо это или плохо – это сравнение с сезоном 2016 на уровне также 19. Но самый лучший сезон за последние годы у нас был 2015, когда суммарно в баллах это составило 23 балла из 25 возможных. Так что резервы, значит, есть. Для чего оценка и нужна – что мы определяем положительные моменты, то есть где мы хорошо сработали, по каким культурам, и в то же время отрицательные моменты, где мы недоработали. Может быть, не те сорта мы с вами выбрали, может быть, не ту технологию применили. В общем-то, подведение итогов способствует вот затем последующему анализу. Ну а на основании анализа мы определяем, что же нам изменить надо в своей работе на участках в следующем сезоне. Советую вам все-таки данную операцию провести. Ну и на сегодня весь собранный урожай можно разделить на три части по использованию. Часть мы с вами уже его скушали, часть использовали в заготовках, но наибольшую часть, особенно, конечно, это, прежде всего, касается картофеля, мы заложили на хранение. Именно об особенностях хранения урожая 2017 мы сейчас поговорим подробнее на примере подполья в нашем доме. Начнем с посленовых овощных культур. Ну это томат и перец сладкий. Но томат хранится не очень хорошо, как известно, в наших условиях. Особенно мясистые сорта вот такие. Но тем не менее, вот где-то к середине октября мы еще их кушаем. Сорта, которые имеют толстую оболочку, они хранятся гораздо лучше. Но они не являются мясистыми. Поэтому, еще раз говорю о том, что надо выращивать разные тома в открытом грунте. И, кстати, в теплицах, чтобы можно было покушать их еще и в начале ноября. Ну, начало ноября это, наверное, крайний срок, когда мы можем попробовать свежий томат в нашем регионе. Перец сладкий. Традиционно мы выращиваем все-таки в теплицах. Лето было хорошее. У нас вообще рекордный урожай перца получился. Особенно порадовал гибрид Клаудио. Это есть крупноплодный перец, есть среднеплодный. Разная расцветка. Сейчас, если томат мы скушаем в салатах, часть можете использовать его на приготовление каких-то томат-продуктов, в том числе, допустим, томатной пасты, ну и так далее. То перцы, это, конечно, сырье, великолепное сырье и основное сырье для приготовления лечо. То есть лечо мы сейчас еще будем делать. Разноцветный перец, тем более, украшает данный полуфабрикат. Луковичные растения. Это, конечно, лук репчатый и чеснок. Если говорить о чесноке, то продовольственный чеснок, вот у нас он отобран, высушен. Это самые мелкие луковицы знаменитого нашего сорта. Я его называю мушевицкий местный или заганский местный. По-другому это фактически заменитель абидола. Вот сейчас очень полезно по зубчику чеснока кушать каждый вечер на ночь, как для профилактического средства от гриппа. Грипп все равно у нас будет скоро в большей или меньшей степени, поэтому надо защитить свой организм. Чеснок, который мы будем сажать в следующем году, вот он здесь в косах или венках, высушенный. Это самые отборные, бесспорно, луковицы этого же самого сорта. Никаких проблем особых нет. Здесь висеть он будет вплоть до начала мая, то есть фактически до оптимального срока посадки чеснока в условиях Забайкаля. Следующая культура, конечно, лук репчатый. Вот мы на участке выращивали, я показывал несколько раз, три вида лука. Желтый, белый и красный. Ну и, соответственно, разные сорта. Все-таки, на мой взгляд, лук Штутгард Ризен, наиболее распространенный, или сокращенно Штутгард, он формирует плоские луковицы. Он не совсем удобен в использовании. Гораздо проще чистить и резать луковицы округлой формой. А в Штутгард Ризен как раз округлоплоская форма. То есть это гибриды Сторон, Центерион, ну и многие другие. Это Ред Барон. Ну и белый лук, это, скорее всего, экзотика. Очень плотная кожура, прилегает чистить неудобно, но лёжкость превосходная. Конечно, лучше всех хранится красный лук, практически до лета можно хранить. Затем белый, ну и жёлтый лук репчатый хранится чуть похуже. Ну, луковицы, как видите, высушены, вот определяются по шелесту, значит, и чешуй. И сейчас здесь хранится. Я думаю, будет нормально, без проблем. По поводу лука Эксибишин. Ну, в этом году я не очень доволен урожаем. Вот жаркая погода в конце июля, значит, в августе, она способствовала, значит, формированию не таких крупных луковиц. Потому что сумма температур была высокая, и все фазы у растения проходят быстрее. Но, тем не менее, лук мы вырастили. Отдельные луковицы достигают массы 600 граммов. Рекордных луковиц на участке мы не получили. Рекорд участка у нас 1 килограмм 7 граммов. А рекорд Забайкаля 1 килограмм 241 грамм. Это официально мы взвешивали на специальном мероприятии. Пришлось досушивать очень долго возле теплоносителя. В данном случае возле отопительного котла. И самые высушенные луковицы, они имеют несколько чешуй. Кстати, это особенность лука Эксибишина этого года. Чешуй у него больше, потому что он начал раньше вызревать. По сравнению с прошлым сезоном. И это положительно скажется на сохранности луковиц. Но мы лук Эксибишин храним здесь в таких пластиковых коробках. Можно и в корзинах фиевовых хранить лук. Воздух обязательно должен проходить. Ни в коем случае не храните лук. Да любой лук в картонных коробках. Доступа воздуха сбоку не будет. Те луковицы, которые вас начали загнивать, внимательно смотрите. Или они мягкие, вы сейчас их используете. Для приготовления различных полуфабрикатов. Некоторые у нас делают даже известную луковую икру. Итак, лук Эксибишин. Здесь у нас под поле будет храниться вплоть до апреля где-то. А затем оставшиеся луковицы мы переносим традиционно в холодильник. И на нижней полке храним дальше уже. И кушаем, например, в мае. Столовые корнеплоды. Это, конечно, свекла и морковь. Вот свекла трех размеров. Крупная, средняя, мелкая. Крупная. Ну, в общем-то, ее тоже, конечно, можно использовать. Но желательно иметь свеклу вот такого размера. Масса около 200 граммов. Это стандартный размер. Необходимый для семьи, допустим, из трех-четырех человек при использовании салата. Этот корнеплод может быть использован не полностью. Ну, хотя все зависит от аппетита членов семьи. Хранить столовую свеклу мы будем в песке. Хотя она превосходно хранится, потому что так же, как картофель, имеет защитный такой слой. И корнеплоды не сморщиваются, в отличие от моркови. Ну, а мелкую свеклу ее далеко закапывать не надо. Вот здесь можно хранить и использовать в ближайшее время для приготовления каких-то блюд. Есть свекольная икра даже. То есть, можно изготовить и полуфабрикады. Ну, морковь. Здесь разные корнеплоды хочу вам показать. Вот этот лучший корнеплод, цельный. Видите, вот здесь срезано, как я вам показывал. Он будет заложен на дно ямы. А лучше всего хранить морковь с песком. Ведро моркови или полуведра примерно сантиметров 7-8 песка до 10. Снова верхний слой и так доверху. Самые лучшие корнеплоды, самые крупные, как правило, закладываются на дно. Это корнеплоды конической формы. Они лучше хранятся. В отличие от корнеплодов, например, цилиндрической формы. Это крупный корнеплод. Это, ну, будем говорить, средний. Он, значит, закладывается верхним слоем, выше. Ну, и так постепенно вы закладываете всю яму. Повторяю, она должна быть у вас отдельно. Вот она у нас там есть. Отдельно от картофеля. Отдельно для свеклы есть яма небольшая. И есть для моркови. Что делать с такими корнеплодами? Ну, конечно, их закладывать на хранение не нужно. Так же, как и корнеплоды, вот, потрескнувшие, посмотрите, здесь. Это не заболевание, это просто механическое отрезкование, физиологическое явление. Ну, и, может быть, не хватило воды, жарко было, и корнеплод, значит, вот, разорвало. Эти корнеплоды сейчас можно использовать в разные полуфабрикаты. Овощную икру, например, в лечо. Мне, например, нравится, очень люблю, это морковная икру, где процентов 80 и даже больше компонентов составляет именно морковь. Повторяю, морковь хранить необходимо с песком. И желательно добавить, допустим, циолит, который, как бы, немножко обезвреживает песок. Если вы сможете его приобрести, то это хороший вариант. Но если у вас нет проблем при хранении моркови с песком, он у вас чистый, тогда циолит, в принципе, и не нужен. Садовые центры Садем. Только у нас невероятный выбор товаров для сада и огорода. Приятные цены и профессиональные консультации. Кирова-19, Кабанская-13Б, Камова-25, Шумятского-5. Садовые центры Садем. Кабанская-13Б, 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 Шумятский-13Б. Капусте. Сейчас здесь температура еще достаточно высокая для хранения капусты. Но хочу показать вот то, что мы с вами убрали. Это кочаны, которые будут использоваться для длительного или недлительного хранения. Голландский гибрид Харикейн Обязательно оставляем защитные листья Вот здесь кочерыжка До 5 сантиметров Вот в таком виде он здесь будет храниться Но сейчас капуста еще должна Храниться на улице Когда здесь температура снизится до Плюс 5-7 градусов Тогда мы можем перекласть ее сюда Краснокочанная капуста Тоже масса где-то полтора килограмма Вот так же с защитными листьями И с кочерыжкой Тоже сюда перекладем чуть позже Она вообще хранится практически до нового Урожая Ну а капуста которую мы используем С вами для квашения Квашение как правило проводится В конце октября начале ноября У нас в Забайкале Она хранится до самой операции Снаружи Там температура достаточно Главное ее не заморозить Ну и еще один из капусты кальраби Значит Вот фиолетовая окраска здесь снаружи Салатная окраска Ну Очень плохо хранится кальраби А желательно его использовать конечно В январе-феврале Когда пониженные температуры у нас Забайкали Когда простудные заболевания Возможны Это и солнца мало Это источник витамина С Поэтому кальраби можно Так же как и морковь Хранить в песке Можно закопать Отдельно в мешке И похранить где-то под картофелем Но если вы оставите Эти стеблеплоды Здесь То они постепенно высохнут Ну и потеряют свои Товарные Ну и заодно и вкусовые Качества Но не могу не сказать О корневой петрушке И корневой сельдерее Вот так выглядит Корневой сельдерей Это голландский гибридиамант И корневая петрушка игл Ну это кладезь витаминов Здесь уже обрезана у нас Зеленая часть Конечно пока они хранятся Еще снаружи Чуть позже я сюда их занесу обязательно А сейчас вот Когда мы готовим разные полуфабрикаты Икру, лечь и так далее Обязательно добавляйте вот корни Некоторые Значит хозяйки добавляют Корни хрена Что в принципе тоже Можно делать Но по ценности Вот особенно Корни сельдерей Они превосходят Так что Выращивать их надо И буквально немного Ну массой здесь Наверное граммов 300-400 И вот у сельдерей Аналогично у петрушки Ну и наконец-то Картофель О нашем втором хлебе Урожай в этом году был действительно средний Но качество его хорошее Вот замороза Крайне 28 августа Способствовал тому Что клубни начали вызревать Поэтому Когда мы копали с вами Урожай примерно 10-15 сентября Мы сами убедились Что шкурка была вызревшая Вот Даже сейчас Очень хорошо видно Что повреждений Механических на клубне Практически нет Так что урожай был ниже Содержание крахмала в клубне Тоже ниже Он не такой Крахмалистый Или как у нас в народе говорят Рассыпчатый Как в прошлом году Но тем не менее Он здоровый Не было фитофтороза Лечебный период Так называемый Две недели он прошел Сейчас идет Период охлаждения Здесь у нас Отдушины все Открыты И постепенно Температура воздуха Снижается снаружи И соответственно Внутри В подполе Тоже снижается Напоминаю Что оптимальное Для хранения картофеля Плюс 2 градуса При плюс 4-5 Глазки начинают пробуждаться Это нежелательно Но около нуля Это тоже опасно Накапливается Сахар При превращении крахмала И клубне теряет Как бы свои вкусовые Качества Это продовольственный картофель Естественно Покрупнее Ну а что касается Семенного картофеля Он в сетках у нас уже Заложен Вот такой Вариант Значит Сорт Розара Здесь Семенного размера клубни Внутри Также имеется Этикетка Немножко озеленения На открытом воздухе Эти клубни прошли И вот в таком виде Они будут храниться Вплоть до посадки То есть Ну примерно до 10 мая Ну так же Мы с вами Храним Еще и Тветочные культуры Ну вот так выглядит Гладиолус Практически он высох здесь Корни я не убираю До весны Он будет в таком состоянии На бумаге там прямо Лежать Эти гладиолусы Что касается георгина То спускать его Наверное еще рано Его надо обязательно Хранить в земле Чтобы он Не высох Вот эти клубни Луковицы Могут просто погибнуть И наконец Роза Также мы ее храним Но не здесь Хранить розу Лучше всего Где-то в холодном подвале Лучше всего В гараже Наверное При температуре Около минус 10 градусов Она превосходно зимует Также в почве В следующем году Вы ее дальше Высаживаете И выращиваете На своем участке Ну и консервация Традиционно Соленые огурцы Помидоры Маринованные Мы храним здесь Но пока здесь еще В общем-то У нас тепло Плюс 12 Плюс 13 градусов Как только температура Снизится до 7-8 градусов Мы всю консервацию Спустим Сюда А на сегодня Она хранится Естественно В банках Снаружи Ну таким образом Уважаемые эти зрители Урожай у нас Заложен на хранение Я надеюсь Он будет прекрасно храниться Он здоровый в этом году Обязательно следите За температурой В вашем хранилище За вентиляцией И все будет нормально Итак, уважаемые телезрители 24-й по счету Телесезон Закончен С чем всех И поздравляю Хочу поблагодарить Прежде всего Телекомпанию Тевиком За предоставленную Возможность Общаться с вами Поблагодарить Партнеров программы Особенно Сеть магазинов Садем За многолетнее Сотрудничество Поблагодарить Ваши уважаемые Телезрители За то, что вы Смотрели эти программы За то, что вы Задавали вопросы Через интернет Предлагаю За ближайшие За ближайшие месяцы Отдохнуть От напряженной работы Излечь уроки Из этого сезона И в хорошем настроении Начать сезон 2018 Еще раз напоминаю Нет плохой Погоды Есть плохие Технологии Так что Совершенствуйте их И у вас будут Всегда Прекрасные Результаты Объявляю Садово-огородный Сезон 2017 Завершенным Не говорю вам Прощай Говорю до свидания Ну наконец-то В садовых центрах Садем Распродажа На все Минус 30% Садемрб.ру Все для сада И огорода Огромный выбор Бесплатная доставка Ну наконец-то В садовых центрах Садем Распродажа На все Минус 30% Минус 30%